Я по своему опыту знаю, что девушкам гораздо приятнее давать интервью, чем самцам, поэтому, собственно, её вопрос. Отдавать девушкам вообще всё, приятнее. Бесспорно, да. Да, Женя. Здравствуйте, Ватерин Миладович. Вот скажите, а почему Миладович? Вы же москвич, а Милад – это, насколько я знаю, имя иранского или даже персидского происхождения. Даже я вам сказал, знаете, у хорватов часто встречается. В основном люди, исповедующие ислам, носят это имя с Тимофеем на финале. Милад. А мой отец рождён в городе Пермь на Урале в 29-м году прошлого века бабушкой Зинаидой Гордеевной, Сюткиной, русским человеком. Но поскольку он, видимо, был красивым или бабушка – я вначале, знаете, у меня есть товарищ Заблудовский. Забл из «Секрета гитариста». У него отчество Изиль его. Ну, это логично. У него отец, бабушка очень коммунистически настроена. Она назвала сына своего, то есть, извините, бабушка сына, да, папу Андрея, назвала Изиль – исполняй заветы Ильича. На что Леонидов и Фоменко всё время подкалывали Заблудовского и говорили, тебе нужно сына Перевзилем назвать, переисполнить. То бабушка моя назвала отца именем Милад Дмитрий на конце. И оно абсолютно из воздуха. Видимо, логично, как Людмила Мила, так вот Милад Иранский или Иракский перекочевал на Урал с новым именем. Но мне нравится. Я обладатель уникального одного в своём роде имени. Мне тоже нравится. И я составляю одного из участников нашего клуба. Матецкий Владимир Леонардович. Леонардович. Не любит, кстати, говорить. Соловьёв Владимир. Ну, Рудольфич это всё-таки, но всё равно редко. Есть у меня Фараоныч в моём ансамбле играет, Александр. Понимаете? Всё, упоминалось. Так что вот в таком. Я когда готовлюсь к интервью, делаю некий опрос в соцсетях. Первой самой реакцией на мой пост было сообщение «Ого, обожаю его, женат». И вот мне любопытно. Обожаю его что? Он женат или нет? Женат? А, вопрос. Да, это вопрос. Вы знаете, моё семейное положение в графе, можно даже написать «безнадёжно женат». То есть безысходное положение. И не это был мой вопрос. Никаких шансов. Мне лично любопытно, а как жена реагирует на вот такое количество поклонниц? Она привыкла или вот всё-таки ещё присутствует? Тут надо описать нашу возрастную группу, нашу с Евгением. Понимаешь, мы можем так шутить, не улыбаться, почему это так происходит. И так это, знаешь, без какого-то подвоха с нашей стороны. Потому что девушки, за которыми мы когда-то ухаживали, они потихоньку начали умирать. Это наша возрастная группа. И поэтому мы уже можем себе позволить. Что такое 70? 70, как сказал Жванецкий, это право целовать любую женщину без её согласия и без своей надежды. Вот примерно так. То есть, ну, не, не обращай внимания уже. Привык. А жена у вас, кстати, тоже очень красивая. Не тоже очень красивая, а самая красивая. Тоже, как и вы, я имела в виду. А, как я? Тогда ладно. Вы ревнивый? Я очень. Я недавно водил жену на маскарад Михаила Юрьевича Лермонтова в театре Вахтангова в Литовской очень хорошей постановке. Я, мне друзья сказали, о, какой поход. Я говорю, нет, предупреждение. Хотя водила, честно сказать, она меня, а не я. Кто нас спрашивает? Скажут, ты идёшь в театр. Всё в нашей семье делаю я. Всё. А жена, она принимает решение. Примерно так. Ещё про самого маленького члена вашей семьи, про Джульетту Сюткину. О, герой соцсети. Да, герой соцсети. Я поэтому и спрашиваю. Девочки, я открыла аккаунт. У меня у собаки свой аккаунт. Там какие-то тысячи у неё есть. У неё очень много подписчиков, очень много фотографий. Каждое утро она выкладывает, привет, друзья, это я. Я катаюсь. Выкладывает мою дочь и помогает ей моя любимая женщина. Их, кстати, зовут одинаково, Виола. Виола, да, знаю. У меня Виолит в семье. И Джульетта у нас есть собака. Джу.